Всем привет! Продолжаем шить жилет. Прям стихами заговорила. Сегодня мы начинаем с того, что делаем воротничок. Выкроили воротничок равный длине горловины жилета и кусочек утеплителя. Кладем сверху. Все это скалываем. Будем пристраивать. Подкладочную часть воротника кладем лицом к воротничку и пристрачиваем по одной длинной части в стороне. Не забываем делать закрепки. Вот что у нас получилось. Вот такой воротничок. Следующий шаг мы прикололи резинку и будем прострачивать. Натягиваем и раскручиваем. Продолжаем. Продолжаем. Теперь нам нужно пришить воротник к самой жилеточке. Складываем лицом к лицу. Уголочек к уголочку. Скалываем и прострачиваем. Вот здесь можно обрезать и сделать потоньше. Вот тут мы обрезали. Теперь нам нужно воротничок сшить с подкладом самой жилеточки. Для этого нам нужно ее вот так вывернуть. Взять воротничок. И сколоть. Аккуратненько. Аккуратненько. Итак, мы прострочили воротник. Обрежем нитки. И теперь мы в эту жилеточку выворачиваем. Опа. Вот что у нас получается. Осталось нам поставить молнию. И жилетка готова. Забыла сказать, что когда мы пристрачиваем подклад воротника к подкладу жилетки, нам нужно оставить непростроченным вот такое отверстие, чтобы потом вывернуть. Сантиметров 6-7 можно. Так, прикололи молнию. Можно наметать, кому как удобно. И начинаем пристраивать. Так, теперь мы берем мел и подмечаем все у нас резиночки. Это нужно для того, чтобы на обратной стороне, ну чтоб молния совпала, чтоб не было нигде перекоса. Застегиваем и отмечаем. Отметили. Прикалываем молнию к этой стороне с лицом. Прикалываем и прострачиваем. Проверяем. Кому неудобно, можете наметать. Сходятся ли у нас все резиночки. Так. Все, вот видите, все хорошо сходится. Все замечательно. Можно пристраивать. Вот что у нас получилось. Теперь нам нужно это все вывернуть. Так. Выворачиваем. Здесь обрезаем лишнее. Складываем. Можно сколоть, чтобы все ровненько было. И прострачиваем. Прикалываем. 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 Сейчас прерыву. Прикалываем. Продолжение следует... Продолжение следует...